Вопрос на триллион. Почему всемирная власть, борясь с модной болезнью, придумала уколы для здоровых, а не лекарства для больных? Как вы думаете? Есть ответы на этот вопрос? Есть. Есть, хорошо. Ну, мне сложно будет выслушать все ответы, потому что каждый как-то, ну, я хотел бы предложить вам тот, может быть, банальный ответ, который уже люди, и некоторые даже перестали слушать, потому что он настолько кажется привычным, традиционным, что вот традиционная медицина, что уже не слушает, и он может оказаться и новым. Вот вы представьте себе, вот старое может оказаться и чем-то вот интересным. То есть перед тем, как критиковать, давайте попробуем, ну, хоть немножко понять. Я хотел бы хотя бы чуть-чуть рассказать о вакцинах, потому что речь идет, когда критикуют вакцины против ковида, тут имеется в виду ковид, модная болезнь, называется ковида. Так вот, когда критикуют вакцинацию, все мешают в одну кучу. Вот все это одни и те же вакцины, все одно и то же. Поэтому, если все одно и то же, ну-ка, давайте, тогда попробуем хоть немножко, ну, хоть чуть-чуть прикосноваться к этой теме. Относительно этой фразы сразу хочу обратить внимание. Утверждается, почему всемирная власть. Очень интересный такой момент. Никаких доказательств этой фразы нет. Это как бы вопрос. То есть нету подтверждения, что вот есть всемирная власть, которая всем диктует. Да, конечно, штаты диктуют, но экономика очень неуправляемая вещь. И непонятно, кто тут управляет в этой ситуации. Борясь с модной болезнью. Сразу же вставляются слова такие, как модная болезнь. Подразумевается, что эта болезнь, ну, если модная вещь, ее кто-то изготовил. То есть сразу в такие вопросы вставляются утверждения, ничем не обоснованные. То есть подразумевается, изготовлено где-то. Где-то можно найти. Значит, в Китае кто-то сговорился, кто-то в секретных лабораториях это все придумал. То есть опять никаких подтверждений. Вопрос – это метод избежать необходимости что-то доказать, доказать и подтверждать. Я решил вспомнить одно из эпидемий и одно из вакцин. Все невозможно осветить. Почему? Здесь есть небольшое сходство. Пусть не все, а некоторые есть. Эта болезнь называется полиомиелит. И тут я привел один из вопросов, я его зачитаю. В чем сходство? Что как ковид связан с тяжелой дыхательной недостаточностью, так и в некоторых случаях при полиомиелите. Как в ковиде болеет меньшинство, тяжело болеет меньшинство, как верхушка айсберга. Остальные чуть-чуть чихают, там что-то кашляют. Так и при полиомиелите. Только незначительная часть детей имеет параличи и несколько меньше, еще меньше параличи дыхательных мышц. Вот здесь вы видите на этой иллюстрации так называемое железное легкое и счастливую медсестру. Люди придумали, как сделать так, чтобы дети могли дышать. Очень хорошо придумали. Но одна проблема, а тут в этом хуже ковида. В чем-то лучше полиомиелит, в чем-то хуже. Лучше тем, что вот легко решить. Вот дышать они могут, но вылезти они оттуда не могут. Они вот так должны лежать, но чуть ли не всю жизнь. Кто-то иногда может научиться немножко подышать вне этого железного легкого. С ковидом гораздо лучше ситуация, что человек, если переболел, выжил, значит он дышать может. Ну, очень тяжело, люди страдают и мучаются. Но вот вопрос такой. Практически всегда, ну, не вопрос, это все как утверждение. Практически всегда детские инфекционные болезни доброкачественны и проходят сами по себе. Кроме того, они приводят к выработке пожизненного иммунитета, в то время как прививочный иммунитет лишь временный. Поэтому существует повторная вакцинация. То же самое и с ковидом. Да, вот есть немножко какое-то сходство. Это и то и другое вирусные инфекции. Кстати, относительно, я прошу прощения, я вот на минутку вернусь к предыдущему вопросу. Потому что все-таки это вопрос, почему не разработали лекарства против ковида. Потому что, в отличие от бактерий, против вирусов разработать лекарства эффективно очень затруднительно. И вирусные инфекции лечить трудно. Есть какие-то препараты, которые могут придавить, приглушить вирусную инфекцию. Но радикально излечить невозможно. Поэтому можно ее вылечить при помощи человеческого иммунитета. И прививки делаются для того, чтобы его научить, дать информацию иммунитету, как он сам будет это делать. Так, и вот это следующее утверждение. Прививочные болезни сами по себе проходят, они легкие. Тут такая ситуация. Мы имеем дело, когда мы говорим о полиомиелите или о ковиде, и говорим о тех, кто находится в больнице, и тяжелое осложнение, мы говорим о вершине айсберга, большая часть переносит легко. И можно говорить, да, это же так легко проходят болезни. Какие проблемы? Что вы тут какую-то панику? Я против паники. Но можно какие-то рациональные решения делать. Есть такая обычная математическая закономерность. Пусть даже 1% осложнений, но если количество болеющих огромное, этот процент может вырасти. Он может оказаться достаточно внушительным. И он может быть гораздо больше, чем количество побочных эффектов от прививок. И это все считается. Люди есть, которые считают эти вещи. Вот я привел пример. В Нигерии в 2014 году продолжается полиомиелита. Но если вы считаете, что нет, это в прошлом. Да, конечно, во многом это в прошлом. Потому что, вот как здесь на схеме красным кружком выделено, в 1988 году количество случаев полиомиелита 350 тысяч было. А в 2006-м в 1997 случае. То есть заметно меньше. Но он есть. И вот относительно этих больших чисел. Вот было 350 тысяч. Я тут подсчитал в 1998 году. Если подсчитать, это 1750 человек в год. И если пересчитать количество детей с параличом, это 33-34 человека в неделю с параличом, который будет всю жизнь и уже вылечить невозможно. И минимум два ребенка будут с дыхательной недостаточностью. Неизвестно, кто счастливчик, а кто не счастливчик. Кто будет лежать, жизнь проведет железнолюгком, или кто в мучении умрет от этой дыхательной недостаточности. В 2006-м году 10 человек в год имело параличи. Это по всему миру. И максимум один ребенок получил паралич дыхательных мышц. Я, ну, максимум, ну, это я говорю статистически. То есть не больше одного ребенка. И это связано с вакцинацией. Так, ну, если уже затронули полиомиелит, вот здесь вот тоже говорят, ну, есть такая вещь. Оральная полиомиелит и другие неврологические и желудочно-кишечные расстройства у детей. То есть в этом случае не упоминается количество детей, которые не заболело. То есть мы уже об этом говорили. Как снизилась заболеваемость? Об этом умалчивается. Говорится о том, что да, оральная полиомиелит и вакцина бывают случаи вызывают. Ну, вот я здесь хочу зачитать, что это такое и какие меры предприняло это мировое правительство, так сказать, чтобы этого не было. Я лично не верю в мировое правительство. Это дело каждого. Не доказать, не опровергнуть – это сложный вопрос. Но что было сделано Министерством Всемирной Организации Здравоохранения? Вот в качестве редких серьезных побочных проявлений, ассоциированных с полиовакциной, то есть церальная полиовакцина, живой, могут наблюдаться вакциноассоциированный паралитический полиомиелит среди вакцинированных лиц и их контактов и появление вакцино-родственных полиовирусов. Заболеваемость по расчетам составляет от 2 до 4 случаев на миллион родившихся в год в странах, где используется эта вакцина. И при том не обязательно болеют те, которых вакцинировали, а могут болеть те, которые рядом, не вакцинированы. Потому что этот живой полиовирус, который оказался токсичным, он может заразить тех, кто рядом. И вот для того, чтобы это предупредить, и это можно предупредить, первые 2 вакцинации делают убитой вакциной, не живой. Вводят внутрь именно шприцом. И эта вакцина, которая страшным, таким колючим шприцом водится, она не вызывает этих побочных эффектов. Она менее эффективна, но она их не вызывает. Специально делают дважды. А потом уже вводят оральную вакцину. В африканских странах, где шприцы надо закупить и перевезти, и денежку заплатить, делают сразу оральной вакциной, то есть живой. И бывают такие случаи. У нас в Украине и в России первые 2 вакцинации делают неживой вакцины. Я понимаю, что сейчас речь более актуальна. Ковид. Но я привожу это пример о том, как наше, хотя и несовершенное правительство, и коррумпированное, и власть у нас такая несовершенная, но об этом люди думают. И они, те, кто в здравоохранении, не первый раз слышат эти обвинения. И они как-то, они живые люди, они как-то реагируют. Следующее. Пожизненный иммунитет передается потом от матери через плацента к ее еще не родившемуся ребенку. Прививочный иммунитет через плаценту не передается. Я не знаю, разделяете вы это или нет, потому что таких, огромное количество подобных утверждений. Если речь идет о иммунитете, который вырабатывается в результате вакцинации, это такой же самый иммунитет, вот он так же вырабатывается, это наш иммунитет, как и после болезни. Если это искусственный иммунитет и введенный, это уже сыворотка. Это когда человек заболел, например, заболел уже дифтерией, вакцинироваться нельзя, смысла нету, и при этом нужно вводить сыворотку, то есть внешне, чужой иммунитет, чужие иммунитета. Если вы вакцинируетесь, образуются ваши собственные. Но эти, но в чем суть этих антител? В том, что они обучены, они умные. Конечно, некорректно говорить, умные, это упрощенчество большое. Они реагируют с вирусом как ключ к замку. И этих ключей к поверхности вируса огромное количество. Если говорить о коронаваке, как классической вакцине, она содержит огромное количество ключиков. Вирус ковида содержит большое количество белков, которые ему нужны, чтобы делать свое дело. И вакцина содержит подобие этих белков, разрушенный вирус, и все эти белки, иммунитет наш знакомится. Наши иммунные клетки читают эту информацию, они ее прочитали, и начинается очень интересный процесс. В наших лимфоузлах происходит чудо. И чудо это длится, для чуда необходимо не менее 7 дней. Где-то дней 10 хотя бы, чтобы оно произошло. В случае с коронавирусом, возможно, здесь ситуация посложнее, почему это требуется повторная вакцинация. В чем заключается это чудо? Что никогда не было в нашем организме вот таких антител. Организм такого не знал. Просчитал информацию, и он это сделал. То есть в лимфоузлах есть песочница такая. Там ведут постоянные эксперименты в огромном количестве. И отбираются те клетки, наши клетки, наши, не введенные откуда-то, клетки нашего иммунитета, которые знают, как бороться с этим коронавирусом. Когда говорят, что это искусственный иммунитет, он чужой, он не наш, это неправда. Информация, введенная, да, она чужая. Книжка, которую мы читаем, она чужая, она не часть нашего тела. Но если мы ее осмыслили, если мы научились, это уже наше. Мы пропустили через свой мозг. Точно так же иммунитет пропускает через свой мозг для того, чтобы изготовить рецепт и этот ключ к замку, чтобы побороть коронавирус, должно пройти время. Когда вы заражаетесь диким вирусом, у вас этого времени нет. Одну минутку. Я тут забыл по поводу антител, которые поступают через плаценту ребенку. Эти антитела действительно поступают, и они циркулируют в крови матери и поступают через плаценту, и они находятся у ребенка около 6 месяцев. С пищей поступают антитела, с молоком матери тоже могут поступать. Но это не длится долго, они просто не могут, белок не может находиться в крови нехраниченное количество времени. Поступают не клетки, которые умные, они обучились и знают, а именно белки. Белки просто разлагаются, они не смогут. То же самое с молоком. Смерть и стойкая нетрудоспособность из-за прививок весьма распространенное явление, и это хорошо известно медицинскому сообществу. Правительство запрещает врачам разглашать это и связывать такие случаи с прививками. Посмотрите вокруг, по сторонам. Посмотрите, послушайте, медиков. Многие опасаются прививок, говорят, что у меня кто-то заболел, и делают выводы, что я прививаться не буду. Сами посмотрите. Посмотрите по сторонам. Люди, у меня нет впечатления, что их кто-то прессует на работе и собирается просто выгнать или в тюрьме. Они не в тюрьме, они на свободе. Многие врачи утверждают, что болезни в детстве нужны для тренировки иммунной системы. Подавляя эти болезни, мы оставляем иммунную систему неразвитой, провоцируя появление различных аутоиммунных расстройств, таких как диабет, артрит, которые сегодня приобрели эпидемический характер. Та же самая ситуация. Никаких доказательств тут не приводится. То есть нам необходимо просто в это поверить, что прививки переводят к этому. Кроме того, здесь идет как бы утверждение, что подавляет, прививки подавляют иммунную систему. Прививки не подавляют, а вот вирусы не заинтересованы обучать нашу иммунную систему. Это запомните, они не заинтересованы в том, чтобы мы, что у нас была крепкая иммунная система. Они являются частью природы, а для природы человечества уже сильно много. И те бактерии, вирусы, грибы, которые есть, они нас не ценят, мы на них не представляем ценности. Им не надо сохранять нас как хозяина. Если у паразита хозяев мало, он будет беречь хозяина, потому что он передать не может свое потомство другому хозяину. Нас очень много, вирусы нас не ценят, мы на них не представляем ценности. И нашу иммунную систему они укреплять не будут. Пример привожу, это тот же ковид, который подавляет иммунную систему. Если обычно по клиническому анализу крови определяют вирус это или бактерия по лимфоцитам, например, что лимфоциты повышаются при вирусной инфекции. При ковиде они не повышаются, возникает иллюзия, что бактериальная инфекция. Потому что лимфоциты, которые борются с вирусами, подавлены. Есть те группы, те лимфоциты, которые убивают вирус внутри клетки. А вирус позаботился. Если бы он не позаботился о собственной безопасности, не позаботился о том, чтобы подавить наш иммунитет, это не была бы такой тяжелой проблемой. Это было бы обычное ОРВИ. То же самое с корью. Есть и другие вирусы, которые, если они могут подавить, они это делают. То же самое с паразитами. Если они могут подавить иммунитет, они это делают. То же самое и нервная система наша, наше мышление. Если вирус может иметь доступ к нашему мышлению, он получает доступ. Например, вирус бешенства. Он меняет поведение как животных, так и человека. Если может, он делает это. Здесь я привел пример того, что природа в этой ситуации не заинтересована, чтобы людей было много. Эти биологические механизмы, они, может, неприятны, но они есть, они существуют. И мы ощущаемся окружающей природой, окружающей биосферой, как размножившиеся кролики или вредители какие-то. Ну что делать? Ну вот так человечество себя ведет неразумно, но природа не считывает даже разумно мы ведем или неразумно. Она считывает, ощущает много нас или мало. А мы, нас много, и мы еще и уграбляем нашу планету. Поэтому хотелось бы сделать некоторые выводы. Я глубоко убежден, может быть, вы согласитесь, может нет, но вот вывод такой, что я считаю, что природа, а не золотой миллиард заинтересована прорядить человечество. Это наиболее простое объяснение. Бактерии, паразиты и вирусы, в том числе COVID-19, не заинтересованы укреплять нашу иммунную систему. Если человек разрабатывает прививки, это да, мы о себе заботимся. Дикие бактерии, вирусы не заинтересованы. Лечащие врачи, как и большинство людей, имеют дело с небольшим кроком знакомых и пациентов. Для выяснения истины нужна эпидемиология. Здесь я хочу сказать вот что. Я общался с некоторыми врачами, и они говорят, да, есть люди привитые, которые тяжело болеют. Их незнакомые есть. Но для того, чтобы разобрать эту ситуацию, нужно знать этих людей, немножко разобраться. И необходимо большое количество данных. Даже врач, он может быть специалистом, умным человеком, вполне понимающим, что происходит, но он не может увидеть просто физически. Он не имеет доступа к огромному количеству заболевших и тех, которые умирают. Те, которые при реанимации работают, ну да, где-то могут. Ну вот я слышал такое, что среди тяжело заболевших больше не привитых. Заметно больше. Ну это такое. Но если верить данным эпидемиологии, то прививки работают и люди, которые прививаются от ковида, имеют тяжелую форму гораздо реже. Ни один вирус не может уничтожить человечество, но нам приходится оплатить высокую цену. То есть для чего делаются прививки? Прививки делаются именно для нас. Для того, чтобы мы не страдали. Человечеству это не угрожает. То, что у нас рак, то, что рождаются люди, больные, несчастные. Это калейдоскоп. Постоянно идет игра в гены. То есть постоянно подбираются разные ненадеси. И некоторые к ним, и некоторые будут устойчивы. Например, есть люди, которые устойчивы к спиду. Есть люди, которые к малярии. Всегда будет кто-то устойчивый. Если речь идет о прививках, речь идет о нашем конкретно благополучии. Понятное дело, речь идет о популяции. Да, конечно. Не заразить ближнего. Да, это верно. Но человечество выживет. Ничто не не сможет победить человечество. Мы болеем, и это та плата, которую мы платим. Наследственное заболевание. Это та плата за разнообразие. Но мы очень разнообразны. Ну, вот это, наверное, все пока. Конечно.